47 тысяч семей сегодня ждут принятия закона о трансформации земель. Вокруг Бишкека таких участков около 12 тысяч. Большинство из этих наделов получено законно. Есть все необходимые документы, но начать строительство не разрешает запрет. Кто-то, махнув на чиновников, давно начал застраивать свои земли. Кто-то по-прежнему ждет разрешения. Мы уже много лет ждем этого решения. Наш жилмассив появился в 2006 году. Раньше здесь были багарные земли. Владельцам они были невыгодны, и они их распродали по участкам. Практически все, кто здесь сейчас живет, добросовестные покупатели. И АИ Лакмюту, и другие органы были в курсе этого. У многих есть даже красные книги, кто успел до моратория. Сюда провели и свет, и транспорт пустили. Поэтому мы ждем, когда сможем узаконить свои дома. Члены движения за трансформацию уже много лет добиваются отмены запрета. Удалось даже создать межведомственную комиссию, которая разработала реестр таких участков. Пересчитали, всех не только по наделам, но и расписали пофамильно. Документ был подготовлен так, что вписать в него каких-то иных дольщиков было невозможно. Однако правительство решило не пользоваться собранными данными. В результате внесенный законопроект был разработан таким образом, что давал безграничные возможности для коррупционеров. Окончательный текст принятого закона предполагал, чтобы практически открывал дверь для перевода всех земельных участков, которые так или иначе были и до 2009 года, и после уже. И тем самым практически открывалась дверь для всех этих захватов и незаконных построений для совершения незаконного строительства. Но ведь речь идет о землях особо ценных. Это орошаемая пашня, количество которых очень ограничено. И такой вот широкий жест, дарящий эти земли для строительства, ну, наверное же, как минимум создает большой риск для продовольственной безопасности страны. Члены движения говорят, необдуманные действия чиновников Кабмина привели к тому, что сегодня документ снова придется пересматривать в парламенте. Возможно, что на этот раз реестр все-таки будет использован. Если бы рассматривалось этот законопроект в рамке утвержденного Международной комиссией реестром, там никаких коррупционных элементов не должно быть и не может быть. Потому что там конкретно по адресу, по фамилью все указано в реестре. А по варианту правительство, если пойдет, оно там, это, как президент указал, там этот круг будет расширяться и расширяться. И они добятся того, что сейчас весь Кыргызстан начнет такую массовую хаотичную застройку. Эксперты говорят, нужно добиться того, чтобы документ не был использован в корыстных целях. Для примера, в Российской Федерации на душу населения приходится по одному гектару пашни. В Казахстане по 2 гектара пашни на душу населения у нас 13 сотых, а на юге Кыргызстана 5 сотых. Мы должны беречь, как зенит сока, и передать будущему поколению землю в таком состоянии, каком мы их приняли. К вопросу трансформации земель парламент вернется осенью. Для этого Джигургукинеш совместно с правительством должен будет создать согласительную комиссию, которой предстоит выработать вариант, который бы устроил все стороны и соответствовал закону. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС